Вот треугольник, родитель, ученик и учитель – это святое. То есть, если мы говорим про образование, образование и воспитание, это единый процесс, как два крыла птицы одной. И, безусловно, воспитание, которое закладывают родители, в данном случае, отдавая ребенка в школу, лицей, пансионного типа, у нас их много, то есть они ни в коей мере не избавляются от ребенка. Например, у нас на протяжении недели, то есть, вы знаете, если даже ученик живет в пансионате, то есть он может в среду обязательно, то есть они возвращаются домой, то есть понедельник, вторник они живут в пансионате, в среду возвращаются домой, меняют постельное белье, они меняют вещи, они обсуждают определенные моменты. Родители постоянно находятся в связи с классным руководителем и с администрацией. И это очень важно, чтобы родители не отстранялись от этого процесса, они были обязательно в этом процессе, в этом треугольнике. И их позиция должна быть очень активной. Это не только планирование внеурочных мероприятий с классом и так далее, а вот именно даже в образовательном процессе, когда идет непосредственно планирование этого года. Да, есть такое понятие, что за воспитание отвечает семья, закладывается воспитание в семье, но я частично соглашусь с этим. Я считаю, что очень большую роль играет и школа, не просто в обучении, но и в воспитании. И в данном случае нужно выстроить правильно вот этот треугольник, чтобы было общее понимание того, индивидуальной траектории ученика, того, что цели и задачи, которые мы ставим, они одни, общие у всех. И, наверное, когда ребенок сам понимает, что и родители, и учителя, они вместе, на одной стороне, и они, главная их цель – это счастье и успех ребенка, тогда дети по-другому раскрываются, и они благодарны. Они делают все, чтобы родители не гордились, и учителя смогли помочь им. Вот два направления, которые очень связаны с воспитанием и с образованием тесно. То есть это вектор развития классного руководства, что, вы знаете, сейчас очень сильно будет развиваться, грантовая поддержка будет. И вот психологическая поддержка. В каждой школе должен быть хороший профессионал, который сможет помогать детям. И, безусловно, здесь, наверное, отдельный вектор, то есть отдельная область его работы – это школьного психолога, это работа с педколлективом, с учителями, учить различным методикам, техникам, инструментам, чтобы школьные учителя могли действительно помогать детям. Дети нуждаются в помощи, для многих учеников нужна, так скажем, психологическая помощь. И я думаю, если есть такая необходимость, нужно все ресурсы по возможности вкладывать в это. Как классный руководитель мне работа эта очень нравится. Я считаю, что если преподаватель, если учитель согласен с тем, что он будет классным руководителем, если он берет такую на себя ответственность, безусловно, это же ведь ответственность, он должен с увлечением, с очень большим интересом действительно творчески подходить. Потому что это неформально. То есть так поставить галочку – я классный руководитель такого класса, и все. Это жизнь, это целая жизнь. Причем я могу сказать, что в какой-то мере это даже… То есть если смотреть на приоритет, приоритет, например, то есть это может быть даже перед… Должно стоять на первом месте, прежде чем там учитель-предметник. Потому что влияние классного руководителя на классы, оно колоссальное на их будущую жизнь, на их выбор. Нельзя расслабляться. То есть если ребенок сдал ЕГЭ на 100 баллов, это здорово. Но дальше нужно не добавлять обороты, нужно учиться в университете, потому что формат университета – это совсем другой формат. Цели, те, так скажем, задачи, которые будет ребенок ставить дальше, они будут разниться, то есть они будут другими. Поэтому я считаю, что… Вот мое отношение и понимание такое. Это хорошая возможность. Единый государственный экзамен – это очень хорошая возможность для разных детей из разных школ поступить туда, куда они мечтают. И я считаю, что при правильном выстраивании подготовки, когда ребенок осознанно готовится, дома готовится, готовится в школе, приходя на урок, он воспринимает урок, и у него после того, как он изучает тот или иной материал, решаются эти задания. Они будут решаться, потому что будет выстраиваться понимание. Стремиться нужно к пониманию, а не к, так скажем, автоматическому решению вот этих запоминаний. Заучить, зазубрить – все невозможно. По поводу дисциплины и держать дисциплину. Дисциплина будет нарушаться, я считаю, что она нарушается тогда, когда теряется вот нить урока, теряется связь с учителем. То есть я максимально стремлюсь к тому, чтобы урок был интересен, чтобы он был интерактивен, чтобы он проходил на одном дыхании. Уроки обязательно, ну, желательно, крайне желательно, чтобы урок был, в нем был определенный момент исследования, определенный момент удивления. Не во всех уроках можно включить, но по возможности. И то, как урок выстраивается, то, как он закольцовывается, то есть начало урока и во время урока. Начало урока какое-то яркое, там есть определенная загадка, определенный вопрос. На протяжении урока, когда идут этапы, дети, ученики вместе с учителем выполняют определенные задания, они находят определенное расследование, да, то есть определенные решения. И когда этот урок завершается разгадкой этого вопроса, или они приходят к определенному ответу, в моем конкурсном уроке также мы стремились к этому. То есть это выстраивает такой зацикленность урока, то есть начало соединяется с концом урока, и встраивается общая картина. Очень сложный труд. На уроках, в данном случае, если мы изучаем какой-то материал с учениками, то, опять же, нить. Очень важно поддерживать вот эту нить изучения материала, деятельности, когда ни один из учеников не должен выпадать. И, конечно, это искусство, конечно, это сложно, но я к этому очень сильно стремлюсь, чтобы максимально все мои ученики, которые приходят ко мне на уроки, чтобы они были вовлечены, им было интересно. Самое главное – это, я, наверное, так скажу, любить учеников всем сердцем, потому что любовь, уважение – это можно воспитать, взрастить очень как только с помощью любви и уважения.